Наркологические заболевания Наркологические заболевания Наркологические заболевания Наркологические заболевания В российской нет. Если кратко, в российской наркологии любое наркологическое заболевание приравнивается к шизофрении, и поэтому используются те же самые психофармакологические средства, которые используются для лечения шизофрении. Например, нейролептики или антипсихотики. Чуть позже я приведу данные метанализы, показывающие, что, конечно же, это тупиковый путь и не соответствующий реальности. А как у нас лечат в реальности? У нас 80% наших наркологически больных выбирают кодирование. Такого термина не существует, как вы понимаете, в мировой науке, и у нас вообще кодирология и наркология имеют знак равенства, что очень печально, потому что кодирование – это мошенничество. А у нас многие государственные акты исходят от этого слова. Иногда закавычивают, иногда прямо пишут, что это кодирование. Никакой научной основы под кодированием не существует. И вот исследование ведущего, российского психиатра, психофармаколога Евгения Михайловича Крупицкого, который проанализировал все исследования по поводу кодирования, нет. И вывод – нет ни одного корректного научного исследования, подтверждающего эффективность, безопасность или неэффективность и небезопасность данного подхода. Несмотря на это, этот метод под другим названием входит в клинические протоколы, входит в стандарты терапии, и наши врачи продолжают использовать то, что не является научно обоснованным. Я бы хотел для того, чтобы показать общие тенденции, остановиться на федеральных клинических рекомендациях по наркологии. Я должен сказать, что мы проанализировали не только наркологические, но и все, которые касаются терапии и некоторых других направлений, на соответствии принципам доказательности. Я должен сказать, что в преамбуле всех клинических рекомендаций совершенно справедливо указывается, что необходимо основываться на принципах доказательной медицины и использовать публикации, вошедшие в Хохрейновскую библиотеку, с глубиной исследований до 15 лет. Необходим консенсус экспертов, которые будут оценивать данную эффективность, и вот только после этого необходимо принимать или можно принимать эти федеральные рекомендации как данность. Что мы видим в реальности? Я не знаю, как в других специальностях, как мне кажется, это уникальная ситуация, связанная с наркологией. Эксперты были назначены исключительно из одного научного учреждения, отказ от проведения научных дискуссий, связанных с оценкой как раз убедительности используемых доказательств, и отсутствия консенсуса между внешними и внутренними экспертами. Под давлением общественности, профессионального сообщества пришлось включить в список независимых экспертов, специалистов, которые не вошли в качестве разработчиков. Подавляющее большинство из независимых экспертов высказалось категорически против, основываясь на том, что федеральные клинические рекомендации не базируются на принципах доказательной медицины. Однако в текст федеральных рекомендаций пошла следующая фраза, что все эти рекомендации были показаны независимым экспертом и повторно прокомментированы, и все замечания были учтены, что не соответствует, конечно же, реальности. Очень интересным является посмотреть, а каким образом выставлялись эти уровни доказательности ABC, ну вот D и E не выставлялись, естественно, потому что в реальности это не так. И, например, современные метаанализы показывают, что включение тех препаратов, которые сегодня вошли в клинические рекомендации, противопоказано для включения в схему терапии наркологических расстройств. То есть вот одно из важных или больших исследований, которое проводилось на основании анализа полутора тысяч кейсов. И возник вопрос, а эксперты российские, эксперты международные смотрят одни и те же базы данных, как Рейновские, вспомним преамбулу к федеральным клиническим рекомендациям, почему у них выводы принципиально различные, почему одни говорят о том, что здесь уровень доказательности высокий, A, B, а другие считают, что вообще нельзя включать, потому что не только эффективность, но и опасность для использования в терапии. То есть возник некая проблема, некий парадокс, который необходимо решать. Еще одно, мы обратили внимание на то, что в клинической рекомендации включены препараты, в формулярах которым отсутствуют показания к терапии. С нашей точки зрения это юридическое нарушение всех юридических норм, то есть, конечно же, мы не имеем права использовать подобные подходы. И еще очень важная дискуссия по поводу того, включать ли в клинические рекомендации ссылки на использованную литературу. По всем дисциплинам медицинским в Российской Федерации в клинических рекомендациях отсутствует список литературы. Что, с нашей точки, делает их непрозрачными? Потому что нам непонятно, на основании чего выставляется уровень убедительности. В наркологии это особенно ярко проявилось, и я думаю, что нам необходимо анализировать, а как в других клинических дисциплинах все это проходит. Мы проанализировали международные руководства, то есть, аналоги наших клинических рекомендаций, и убедились, что во всех этих рекомендациях существует огромный список литературы. И каждая буква ABC, уровень убедительности, подтверждается ссылками на литературу. То есть, каждый внешний эксперт может проверить, соответствует вывод экспертов, которые разрабатывали клинические рекомендации реальности, или не соответствует. И мы сравнили наркологию российскую с психиатрией. Даже не мы, это было исследование специально Московского НИИ психиатрии. И оказалось, что в психиатрии это все более-менее хорошо. То есть, стандарты, принятые, и клинические рекомендации, принятые в российской психиатрии, соответствуют мировым. Ну, они, правда, там написали, что даже по некоторым позициям лучше, ну, опустим, это как бы эмоциональную оценку. Но российского больного с шизофренией, так же, как с другими психическими расстройствами, лечат так же, как во всем мире. А наркологически больного лечат принципиально по-другому. И, как вы видите, еще в борьбе с обсуждением с людьми, которые к специалистам не имеют никакого отношения. И, как бы, подытоживая, я могу сказать, что действительно мы можем назвать российскую наркологию феноменом, который уникальный феномен, отличающийся от всего, что происходит в мире. И выводы позволить не зачитать, потому что мы обсуждили их. Я думаю, что вот этот наш любимый слайд, который скачан из интернета, я не знал автора, и поэтому не смог ссылочку сюда сделать. Как я прошу, в клинических рекомендациях были ссылки. И поэтому благодарю вас за внимание. Большое спасибо.